Александр, здравствуйте. Пермский край, Пермь. Хотели бы узнать, как ваша подготовка к ближайшим боям, состояние и прогноз на сегодняшние поединки ваши? Я никогда прогнозов не делаю, потому что я не знаю, в какой... Мы тренируемся все в разных залах со спортсменами, вот. Поэтому я не могу дать оценку, в какой форме он подойдет к сегодняшнему бою. Может быть, в предыдущем бой он подошел в отличной форме, а потом встал, не знаю, лень, пересилил его, и он, не знаю, дальше кухни и туалета он больше не ходил у себя в квартире. А как ваша подготовка, состояние? Расскажите вкратце, как дышится на тренировках? Очень хорошо я себя чувствую, очень высокая у меня скорость, как вы можете. Мы смотрим. Каждый день я выкладываю какое-то новое событие в Инстаграм, в тренировочный процесс, обычный какой-то повседневный день, то есть делюсь с людьми своей повседневной жизнью. Вчера у Вани Штыркова спрашивали про ваше состояние, он очень хорошо отзывался, что вы набираете, набираете, набираете. По вашему мнению, когда уже вы подойдете в оптимальное состояние, чтобы в дальнейшем уже выступать? Я уже в оптимальном состоянии, я в хорошей форме, в отличных кондициях, но я понимаю, что человеческий организм такой, что сколько не набирай, постоянно нужно учиться. Учись, учись и еще раз учись. Постоянно набираете, что-то постигать новое, потому что как бои, так и бокс не стоят на месте, они прогрессируют, растут. Если раньше выходили первые чемпионаты, которые проходили, выходил борец и ударник, если борец прыгал ноги и переводил ударника, то он там его добивал. А сейчас, когда выходит боец-аренинг, неизвестно, какая у него изначальная школа, борцовская либо бойцовская. Сейчас уже универсальные стали, да? И, вкратце, что бы вы хотели бы пожелать для нашей публики, для пермяков, мы из Перми, пару слов нашей публике. Пермяки, всех благ вам мирских и благодати Божией. Болейте за медиа, жите кулаки. Буду радовать вас своими победами. Спасибо вам. Спасибо. Профитгрэш.